Вячеслав Фетисов часто выступает перед молодежной аудиторией. И хотя только в этом году у него было уже более 70 подобных встреч, все равно дискутировать с подрастающим поколением, это, по словам политика и знаменитого хоккеиста, всегда волнительно и ответственно. Для более тесного и продуктивного диалога был выбран формат вопрос-ответ, когда каждый из ребят мог поинтересоваться у главного спикера его мнением на любую тему или просто попросить поделиться опытом. Ни один из вопросов не остался без ответа. Вы меняли у вас такие моменты, где вы перебороли себя. Не раз много моментов в жизни, которые судьба меня испытывала. Один из таких очень наглядных, это в 19 лет я был парализован. Представляете, мне 19 лет я только стал чемпионом мира. Машина, квартира, девчонки, вдруг я оказался в госпитале. Не сломиться в той непростой ситуации Вячеславу Фетисову помогли стойкость духа, вера в себя, точное знание своей цели в жизни. Именно эти качества, по словам политика, наиболее важны для молодых людей. Их можно и нужно развивать. Я точно знаю, что на нашей необъятной территории каждый день рождаются талантные дети. Ну, в разных точках. Да, и как раз задача сегодня общества и государства – талант вовремя выявить, дать ему возможность раскрыться. Получив автограф и сделав фото с Вячеславом Фетисовым, ребята разошлись по мастер-классам, работа в которых – основная задача в программе молодежного форума «По делу». Здесь разгорелись жаркие обсуждения по различным тематикам. В этот раз их было четыре. Говорили о половом воспитании молодежи. Кому-то было важно затронуть тему лени, как главного тормоза становления личности, а другие предлагали идеи, как не попасть под влияние дурной компании. Предложение альтернативы детям, которые подвержены вступлению в плохие компании. Мы будем проводить с детьми беседы в игровой форме, беседы один на один, чтобы как-то помочь детям адаптироваться в обществе. Большую эффективность в решении поставленных задач показывает командный подход. Путем сплоченной деятельности ребята учатся общаться, слышать друг друга, находить интересные решения в обычных условиях, уважать чужое мнение. Председатель молодежного совета при главе Ленинского района Илья Катасонов, чья карьера началась именно с форума по делу в марте 2016 года, признается. У меня многие вещи в голове немного перевернулись. Поменялось отношение к команде. До этого я думал, что человек может все сам сделать. То есть я там смогу все сам сделать, потому что я так крутой, образно говоря. А вот именно после форума, поработав в команде, я понял, что на самом деле это все, действительно какие-то серьезные вещи можно сделать только командой. Оценивать представленные ребятами проекты на форум приехали завучи и преподаватели различных школ. Люди, которые каждый день работают с молодежью и подростками. На их взгляд, участники форума по делу справились с поставленными перед ними задачами. Да, ребятам удалось. И мне очень радует то, что есть такие сборы и то, что они вот именно сами идут к этой цели и раскрывают ее. То есть они нам показали четко проблему, они рассказали, как можно ее решить. На шестом форуме по делу положено начало большой работе. Теперь всем, кто предлагал идеи, предстоит их реализовать и результаты покажет, насколько серьезно наша молодежь настроена на решительные продуктивные действия. Екатерина Коваленко, Владимир Андрианов и Ольга Садовская. Видное ТВ.